У меня сегодня тема такая несколько, может быть, необычная, необычно звучащая. Но тем не менее, мы поговорим про проблему, связанную с менеджментом крови. Так, сейчас я включу ситуацию с этими самыми. Значит, первое, я сообщаю о конфликте интересов, что данная лекция идет в рамках нашего совместного проекта с компанией EGIS. Точнее, это проект МГНОТа, многолетний, который поддерживает компанию EGIS. Вот. Значит, я, копаясь в интернете, случайно набрел на статью, такую странную статью, Patient Blood Management During the COVID-19 Pandemic. Думаю, что за кровавый менеджмент? Ну, звучит вроде не очень благозвучно для русского уха. И, честно говоря, у меня не сразу ассоциативный ряд появился, хотя, на самом деле, конечно, я в теме. Вот. Но решил посмотреть, что они там понаписали. Тем более, что трансфузиология для COVID-19 не последнее дело, и мы об этом все время говорим. Ну, и решил посмотреть на эту статью. Вот. Значит, менеджмент крови, на самом деле, это стратегия и тактика управления рисками и повышения эффективности трансфузиологической помощи, которая основана на междисциплинарных подходах и технологиях. Почему междисциплинарных? Потому что тут экономика вмешивается, и там какие-нибудь холодильники, и масса всякого разного другого, лабораторная служба. То есть, это все вместе входит в понятие менеджмент крови. Вот. Значит, авторы пишут, почему возник такой вопрос. Это буквально там начало вспышки коронавирусной инфекции, где-то там лета 2020 года. Значит, они считают, что больные будут болеть не только ковидом, и, соответственно, потребность в трансфузиологической помощи оставится неизменной. Это совершенно справедливая мысль. Вот. В то же время, ну, все насмотрелись на стенания из Италии, как больницы будут перегружены, и персонал будет не справляться, персонал будет не до того, чтобы соблюдать основные принципы трансфузиологических подходов. Вот. И третье, что они отмечают, что могут резко измениться проблемы с донорством крови. Действительно, зараженные больные доноры, они не годятся для донорства. Вообще непонятно, как с этим быть. Значит, поэтому, по мнению авторов, растет потребность в реализации всех основных принципов трансфузиологии, которые были заложены ранее. Я хочу сразу отметить, что в России эти принципы были растоптаны в бытность Вероники Игоревны Скворцовой министром, которая выпустила новую инструкцию по переливанию крови, которая просто отменила все то, что было создано до этого десятками лет трансфузиологической службы. Ну, что было заложено в этих принципах? Первое. Показаний для переливания цельной крови нет. Переливается исключительно компонента крови. Для каждого компонента тщательно выверяются показания для трансфузии. Все компоненты должны быть максимально безопасны, настолько, насколько это возможно. Поскольку основная проблема – это трансмиссивные инфекции, то, соответственно, именно на предупреждение возможности передачи инфекции должны быть направлены усилия по безопасности. Чем меньше трансфузий и чем строже показания, тем лучше. Ну и тоже важный принцип, что максимальное замещение трансфузий другими, не несущими опасности передачи трансмиссивных инфекций технологиями. Здесь не только переливание жидкости, но и, например, возврат своей крови. На самом деле, Минздрав проморгал, не все удалось уничтожить. С 2010 года действует ГОСТ Р-53-470-2009, который я имел честь создавать. Это на самом деле переделанные, ну, в значительной степени сохраненные в первозданном виде рекомендации Всеминной организации здравоохранения по применению компонентов донорской крови. И вы видите, что тут как раз менеджмент, слоу менеджмент появляется в этом документе, но не в российской, не в русской транскрипции, а просто в английской транскрипции. Вот. Документ основополагающий, очень важный, им нужно пользоваться. Там очень много детально расписано, как, что, откуда и для чего. Основные принципы клинического применения крови и ее компонентов, согласно этому ГОСТу, состоят в том, что соответствующее применение крови и ее компонентов означает трансфузию безопасных компонентов крови только для лечения угрожающих жизни состояний, которые не могут быть предотвращены или эффективно лечиться с помощью других методов. Трансфузия ретроцитов необходима при хронических состояниях только в случае, необходимости быстрого увеличения уровня гемоглобина. То есть, хронические анемии, неважно какого они происхождения, не должны лечиться трансфузиями эретроцитов. Но тут можно сделать пояснение, что, например, B12-дефицитная анемия в тяжелом состоянии, в тяжелом виде. Конечно, если у вас там аномическая прикома или кома, не дай бог, то вы будете переливать эретроциты. Но это крайне редкая ситуация. Значит, кровь и ее компоненты всегда несут риск неблагоприятных реакций передачи инфекции. Это нужно помнить. Кровь – небезопасная среда, и к ней нужно относиться соответствующим образом. С плазмой может передаваться большинство инфекционных агентов, присутствующих в цельных крови, и имеется ограниченное число показаний к ее применению. Это справедливо, это правильно, но только мы выплеснули с водой ребенка, мы вообще прекратили переливание плазмы. А вот это неправильно. Значит, еще важный принцип, что доноры-родственники более опасны по заражению инфекциями, чем добровольно-безвозмездные доноры. Потому что доноры-родственники часто скрывают свои болезни, скрывают свои риски, например, связанные с гомосексуальными отношениями. И врач мог бы отстранить такого донора, а он об этом не узнает, потому что донор-родственник нацелен на то, чтобы как можно лучше, быстрее сдать кровь для своего родственника. Вот. К сожалению, то же самое касается и платных доноров. Платное донорство – это всегда большой риск. Инфицирование крови. Значит, кровь и компоненты не должны переливаться, если они не получены, должным образом отобранных, протестированных доноров, непроведенные исследования реакции совместимости и так далее, и так далее. Но здесь речь идет о чем? Что у нас иногда героически рассказывают, как переливали от полка солдатов или же, значит, прямое переливание врач-хирург и так далее. Это ужасно, потому что это, как правило, заканчивается осложнениями и инфекциями, и несовместимостью и так далее. Нет показаний для переливания прямого переливания крови. Не существует. Нет показаний для переливания теплой крови. Не существует. Не надо рассказывать на этот счет сказки. Всегда можно перелить растворы, на некоторое время подобрать за это время хорошую, карантинизированную продукты крови. Потребность в трансфузиях всегда нужно пытаться снизить, уменьшить с помощью различных подходов. Значит, первое лечение и ранняя диагностика анемии. Значит, на первом месте естественно это железодефицитная анемия, реже B12, совсем редко фолиевая кислота, но иногда это стимуляция ритропоэза с помощью ритропоэтина. Еще раз повторяется, что коррекция железодефицитной анемии путем возмещения недостаточных запасов железа перед плановой хирургической операцией. То есть не переливание крови перед плановой хирургической операцией, а именно возмещение запасов железа. И в этом случае иногда можно использовать внутривенные вливания железа. Использование простых альтернатив переливаниям, таких как плазмозамещающие растворы. Использование анестезологической хирургической тактики, а именно уменьшение кровопотери во время операции. То есть нужно все время думать о том, как уменьшать кровопотерю. Уменьшение снижения антикогулянтов или их прекращение антиагрегантов перед плановыми операциями. Тут, конечно, возникает проблема тромбоэмболии лёгкочной артерии, но она решается на самом деле назначением малых доз антикогулянтов. Да и вообще тромбоэмболии лёгкочной артерии это удел довольно длительного послеоперационного периода. То есть частота тромбоэмболии нарастает не сразу за операциями, а спустя 2-3 недели после операции. Поэтому первые дни можно спокойно обойтись, первые сутки и как минимум можно обойтись без назначения антикогулянтов. Сокращение объёма забора крови на анализы. Особенно у детей. Но не только у детей. Я хочу сказать, что у меня, например, диссертация кандидатская была по сокращению забора крови у больных на гемдиализе. Мы выпивали там такие дозы крови, которые были сопоставимы с платными донорами. поэтому микропробы различны. Можно отстаивать кровь в шприце, чтобы эритроциты возвращать и оплазму забирать на исследование. То есть нужно об этом думать. Сбор излившейся крови и её реинфузии, об этом я уже сказал. Ну и, наконец, использование современных препаратов для остановки кровотечения. Ну, здесь несколько другие они. Апротенин сейчас как-то не считается уже препаратом выбора. Мы больше используем седьмой активированный фактор при различных ситуациях. Ну, в общем, как бы это понятная тоже тема. Так, что-то у меня опять подвисает немножко с переходом. Основные принципы клинической трансфузиологической практики. Значит, трансфузия является только родной составляющей лечения больных. Я, кстати говоря, застал период, когда гемотрансфузия проводилась с питательной целью. Сейчас это звучит диковато, но и так было. Назначение, инструкция была написана, назначение трансфузии должно основаться на тщательной оценке состояния пациента. Значит, кровопотеря должна быть сокращена до минимума в целях уменьшения потребности в трансфузию. При острой кровопотере до литра вообще ничего не нужно, плазмозамещающей жидкости, кислород, если это необходимо. Вот, а потом обычно переливаются эритроциты, если мы говорим про эритроциты при острой кровопотере, соотношение один к трём. Значит, содержание гемоглобина не является решающим фактором для начала трансфузии. По уровню гемоглобина нельзя ориентироваться. Принимая решение о трансфузии, необходимо руководствоваться совокупностью клинических симптомов с целью лечения тяжёлых осложнений. Врач всегда должен помнить об опасности заражения инфекциями или трансфузиями пациента. Трансфузии назначаются только тогда, когда польза для пациента очевидно преобладает над рисками. Врач должен чётко записать показания гемотрансфузии, это должно быть прямо отдельно выделено. Почему проводится трансфузия? Ну и, конечно, трансфузии проводятся только специалистами, тут, наверное, вопросов нет, специально обученными, умеющими реагировать на неблагоприятные реакции, которые могут быть совершенно неожиданными для всех. Но вернёмся к нашим проблемам, к железодефицитным состояниям и ковид-19. Поскольку я уже сказал, что железодефицитное состояние является одним из, одной из проблем, связанной с гемотрансфузиями. Значит, ну вот, среди наших пациентов мы видим железодефицитную анемию примерно 0,1-0,5% обратившихся к нам. Очень немного. Не исключено, что среди госпитализированных этот процент может быть выше. Это я сказать не могу, потому что у меня собственных данных по этому поводу нет. Но, к сожалению, нет и надёжных работ по этому вопросу. Потому что те работы, которые мы читаем, вроде тут вот, анемия, связанность, ухудшение прогноза, повышение риска смерти, красивые графики, такие таблички, всякие столбики, всё здорово. Но что такое анемия? Ведь при любом тяжёлом состоянии это фактически характеристика любого тяжёлого состояния. Все больные в тяжёлом состоянии имеют анемию. Значит, мы сейчас про что говорим? Да, конечно, анемия ассоциирована с высоким риском смерти, потому что она является проявлением этих самых тяжёлых состояний. Ну, вот есть статья, даже не знаю, как её прокомментировать, 82%, ну, правда, тут N222, то есть небольшая выборка, имели ненормальный обмен железа. Слово ненормальный, ну, честно говоря, мне не очень понятно, потому что у всех больных с ковидом повышен ферритин, поэтому там гораздо чаще, чем 88%. 79% имели функциональный дефицит железа. Как они его определяли? Без понятия. Дальше начинается разговор наличие функционального дефицита было связано с значительно более тяжёлой клиникой, более длительным пребыванием. То есть начинается игра в какие-то цифры, проценты, корреляции. А вот прямо так вот сказать, что здесь написано, что такое-то количество ферритина даёт такую-то летальность. Нет, это не написано, здесь этого не найдёте. Вот, поэтому, конечно, такие работы, они не несут большой информации. То, что уровень ферритина связан с более длительным пребыванием, ну, это очевидно, потому что ферритин это показатель воспаления, и мы видим, очень бывают высокие показатели воспаления у больных с гипериммунными реакциями, но естественно, что это связано с более длительным пребыванием, потому что этим больным приходится дольше лечиться. Вот, ну, в общем, я не могу сказать, что для меня подобные работы являются как бы основанием для принятия каких-либо решений. Мне кажется, тема, как это писали в своё время на сочинениях, не раскрыта. Вот, напомню, что железо это не только перенос гемоглобина кислородом, кислорода гемоглобином, простите, но и все энергозависимые процессы в организме, а также иммунитет. Он тоже очень сильно связан с уровнем железа. Поэтому, конечно, вопрос восполнения дефицита железа, он стоит на повестке дня и требует своего изучения. Надо сказать, что при ковиде сужается наши возможности диагностики железодефицитной анемии, потому что у нас выпадает ферритин. он как минимум нормален, но скорее всего у большинства больных повышен. То есть, низкого уровня ферритина, ну, может быть, мы и видели, но это просто слезы от всего остального. Ферритин, как правило, высокий. Поэтому основной анализ, к сожалению, для нас, это общий анализ крови. Да, то есть, мы видим снижение гемоглобина и снижение показателей насыщения эритроцитов гемоглобином, МЦХ, МЦХЦ, то есть, то, что мы раньше называли цветовым показателем, сейчас это другие перерасчеты, но неважно. Вот снижение этих индексов, оно показывает вероятную, возможную тему дефицита железа. Мы, конечно, проводим и другие исследования, но это не столь замечательно. Значит, из лекции по анализу крови, вы помните, у нас две такие лекции проходили в предыдущей нашей встрече, на что мы обращали внимание, что очень разные, в одной и той же лаборатории могут быть разные показатели, нормы, например, для гемоглобина. В одном случае 117 на 160, в другом 132 на 173. Возможно, речь идет о том, что в одном случае это мужчина, в другом случае женщина. Но, не знаю, в других лабораториях один показатель мужчины и женщины, он отличается от тех норм, которые есть. Поэтому, когда вы анализируете уровень гемоглобина, то будьте любезны посмотреть на те нормы, которые заложены в референсных значениях. Потому что сейчас эти референсные значения плавают куда хотят и как хотят. Вот. Ну, тут, кстати говоря, обратите внимание, тромбоциты 179-403 для женщин и 187-381 для мужчин. Какая связь между мужчинами и тромбоцитами, мне вообще непонятно. Но, кстати говоря, мне непонятна и связь гемоглобина с полом, потому что либо они всех анемических женщин закидывают в норму и рассчитывают на этом основании показатель гемоглобина, и тогда у женщин, естественно, он ниже, потому что у них чаще железодефицит, либо я не знаю, что они считают. Ну, это я еще раз говорю, это все на совести современных лабораторных технологий. Дальше. Значит, конечно, сложности у нас с клиническими проявлениями сидропинии. Патофагии, патоосмеи, то есть нарушение обоняния, нарушение вкуса. Ну, мы это подразумевали в плане того, что это влечение к поеданию мела, земли, глины и так далее, патоосмеи, это влечение к бензину, керосину, краскам, лаком, выхлопным газом. Конечно, все это в условиях ковида довольно трудно оценить, учитывая, что там свои нарушения, своя патоосмеи, соответственно, это трудно. Вот. Поражение кожей придатков, да, мы имели в виду там сухость кожи, выпадение волос, линии бона, поперечная исчерченность в ногтей, но это все, опять же, присуще ковиду, и это тоже может быть проявлением ковида, а не проявлением сидропении. Поэтому тут тоже такая не очень большая помощь, вот клиническая картина. Ну и, наконец, поиск источника кровопотери всегда должен проводиться, потому что наличие источника, явного источника кровопотери, это кровоточивость, десен, это обильная менструация, это потери через желудочно-кишечный тракт, в первую очередь, геморрой, это все позволяет оценить состояние обмена железа косвенно и подтвердить как-то наличие железодефицитной аномии. Задача у больных с ковидом, если вы выявляете дефицит железа, состоит в том, что нужно быстро, эффективно, безопасно увеличить газотранспортную функцию крови, а также другие системы насытить, которые связаны с железом. Почему газотранспортная функция? Ну, потому что вы все знаете, что мы следим за сатурацией, если у больного еще и аномия, то сатурация и так плохая, тут что аномия есть. В общем, как бы непорядок. Дальше, следующая задача это насытить депо железа и не потратить лишних денег. Значит, я обращаю внимание на безопасность всего этого дела и на деньги. Если мы берем характеристику препаратов железа, то она состоит из разных подходов. Это не такая не плоская шкала оценки, а скорее многомерная. Например, двухвалентное или трехвалентное железо. Мы знаем, что трехвалентное железо всасывается примерно в полтора раза хуже, но несколько менее токсично. Дальше, различные содержания железа в таблетке. Например, сорбифер дорулеси это 100 миллиграмм двухвалентного железа, а фераплекси это 10 миллиграмм двухвалентного железа. При этом я обращаю ваше внимание, что речь идет именно о двухвалентном железе, а не об элементарном, которое присутствует в инструкции, потому что это не одно и то же. Элементарное железо, его больше, чем, скажем, 100 миллиграмм. Суточная лечебная доза взрослого человека это 200 миллиграмм двухвалентного железа. Поэтому для сорбифера это две таблетки, а если вы решите кормить фераплексом взрослую женщину, то вам придется давать 20 таблеток. Фераплекс это детский препарат, поэтому я не призываю к таким экспериментам, но просто чтобы вы понимали, что если берете фенюль, там 45 миллиграмм железа, значит вам нужно давать соответственно 4 таблетки в сутки, чтобы получить лечебную дозу. Дальше препараты различаются по акселераторам всасывания. От химических, ну например аскорбиновая кислота, которая присутствует в том же сербифере, до специальных матриц, которые обеспечивают высвобождение, равномерное высвобождение кишечники железа. Ну в частности вот система Дорулез. Для чего нужно равномерное высвобождение? Дело в том, что железо по своей характеристике это токсичный препарат. И он вызывает различные повреждения, включая ну относительную реакцию, скажем так, желудочно-кишечного тракта. Поэтому если он пиками вы даете таблетке, у вас высокий пик, потом все падает, то соответственно и токсичность препарата может возрастать. И кроме того, доступность его тоже будет возрастать, потому что у вас в пике идет всасывание, а потом оно прекращается. Ну вот система Дорулез, она создает равномерную относительно равномерную концентрацию кишечники позволяет снизить токсичность и увеличивать сасывание. Значит, лозунг в том, что чем больше поступает железо в организм, тем выше скорость наполнения гемоглобином, эритроцитов и ДПО. Но при этом скорость поступления нас ограничена токсичностью и нежелательными реакциями. Ну на всякий случай напомню, что железо смертельно опасно и дети имеющие доступ к таблетам железа регулярно погибают от тяжелых некротических поражений кишечника. Ну, железо бывает сладенькое, поэтому они могут принимать большие дозы, это не терапевтические дозы, но тем не менее на всякий случай, чтобы вы имели ввиду, что железо это не самый безопасный препарат на свете. Скорость прироста гемоглобина, но она довольно неравномерна, то есть сказать, что она прям вот начали и у вас растет гемоглобин, так не бывает. Значит, на первой неделе мы видим увеличение ретикулоцитов в два и более раза исходного, это так называемый ретикулоцитарный криз, это активация гемопоэза на фоне достаточного количества эритроцитов. Значит, это очень важный, ключевой, я бы сказал, признак, больные сразу, как только начинают принимать железо, говорят о том, что им стало лучше, и к концу недели мы видим ретикулоцитарный криз, и мы можем точно сказать, что мы даем эффективные препараты, он работает. Значит, на второй неделе начинается прирост уровня гемоглобина, то есть интенсивный гемопоэз уже переходит в активную стадию, ретикулоциты превращаются в зрелые эритроциты, ну и, соответственно, растет уровень гемоглобина. У конкретного больного это довольно трудно выявить, то есть мы не рекомендуем делать анализ крови, скажем, на второй неделе для того, чтобы оценить, насколько прирост гемоглобин, потому что, ну, прирастет он там на 5-10 грамм на литр, и что? Ну, ничего, поэтому мы рекомендуем смотреть все-таки к концу месяца прирост гемоглобина, обычно вот на хороших препаратах, там на сорбифере на том же, он вырастает до субнормальных или нормальных цифр, то есть примерно месяц приема препарата в нормальной дозе 200 миллиграмм двухвалентного железа, еще раз повторюсь, дает прирост гемоглобина до субнормальных цифр. Трехвалентное железо, к сожалению, дает этот прирост позже, примерно на 2-3 недели, то есть достичь нормальных цифр гемоглобина удается на трехвалентном железе где-то через полтора месяца, не раньше. И, наконец, дальше, следующая задача это насыщение ДПО железа, когда препарат дается длительно, на протяжении нескольких месяцев, в половинной от терапевтической дозе, то есть, если мы опять же говорим про миллиграммы, это 100 миллиграмм в сутки. Значит, это задача важная, потому что ДПО насыщается не так быстро, как строится гемоглобин. Переносимость. Ну, вот, есть данные систематического обзора по переносимости различных препаратов железа, здесь и 2-х, и 3-х валентные, речь шла о нежелательных реакциях, связанных с желудочно-кишечным трактом, но это наиболее частые и легко выявляемые реакции. Значит, 111 исследований, 10 тысяч пациентов, значит, сульфат железа за медленным освобождением, это сарбифер доролез, 4%, дальше вы видите, протеинсук цена железа 7,3%, значит, дальше идут 23-30, просто сульфат железа, простой, без вот, замедленного освобождения, 32%, то есть, почти в 10 раз больше, чем вот система доролез дает, фомарад железа 47%, то есть, вы видите, что вот сарбифер доролез действительно обладает наилучшим профилем безопасности среди большинства известных нам препаратов. Ну, и в заключение я хочу несколько слов сказать службу про менеджмент крови, вернуться к этой теме. Значит, к концу нулевых годов в России была создана лучшая в мире служба крови, которая позволяла полностью обеспечить всех нуждающих карантинизированной плазмой, исключить заражение ВИЧом, у нас не было случаев заражения ВИЧом, хотя доноры были ВИЧи и переливались от них, но случаев заражения не было. Гепатит, да, гепатит был, но были построены многотонные холодильники, я принимал в этом непосредственное участие, для хранения свежезамороженной плазмы, так называемая карантинизация, то есть забиралась плазма у донора, укладывалась на полгода в эти холодильники, через полгода донор приходил снова сдавал анализы, и если у него не выявлялся гепатит, то эта плазма отдавалась над переливанием, то есть считалось, что она без вируса гепатита. Ну, службу эту подуничтожили. Значит, во всех больницах работал плазма ФРС, сейчас на фоне ковида мы стали видеть, что плазма ФРС просто нигде нет, он исчез из практики, он был везде, повсеместно, им лечили направо и налево, прекрасные были эффекты, почему он исчез, не могу сказать, но разговор о том, что это там evidence-based, не based, но это неправда, потому что по большинству заболеваний есть доказательства эффективности, я, кстати говоря, у меня здесь специальная лекция по уничтожению плазма ФРС при сепсисе, когда появился препарат соответствующий, просто прекратили упоминать плазма ФРС рекомендации, хотя при сепсисе были абсолютно доказательные исследования по снижению летальности до нуля на фоне проведения плазма ФРСа, до нуля, небольшие группы, но многоцентровые исследования, теперь этого нет, значит, плазму мы теперь не переливаем вообще, от слова вообще, значит, сколько мы не бьемся с врачами, не звоним, не пытаемся им объяснить, говорим им категорически не будем переливать и все, нет показаний, каких показаний, а никаких показаний, ДВС, а у нас нет ДВС, а мы его не делаем, а мы не знаем, это просто чудовищно, слушайте, это просто чудовищно, для меня это личная трагедия, потому что через мои руки прошли тысячи больных, которых переливали плазму, мы видели всегда прекрасные, замечательные эффекты, мы не видели никаких осложнений серьезных от переливания плазмы, но теперь мы смотрим на Запад, на Западе говорят, да нет, что нам, и мы киваем, как болванчики головой, и наше собственное достижение мы абсолютно сейчас похерили. Я считаю, что это не вредительство, это преступление, и в этом преступлении участвуют не только чиновники, но и многие ученые, в частности, реаниматологи, и закопатели дела своих учителей. Я имею в виду последователей Зинаи Славоновича Баркагана и Андрея Ивановича Воробьева. Те, кто знали, читали, слышали, но они все сделали для того, чтобы уничтожить эту трансфазиологическую помощь. Почему, отчего, мне неведомо, в мозги не залезешь к людям. Ну, видимо, в силу глупости, это понятно. Конечно, если присмотреться, мы можем везде увидеть следы Big Pharma. В частности, была такая идея превратить Россию в сырьевой придаток, сырьевой источник свежезамороженной плазмы. Для этого нужно было уничтожить технологии получения факторов свертывания. Ну, может быть, те, кто слышал об этом, у нас была собственная технология, работающая завод в генетологическом научном центре, который был создан под руководством Андрея Ивановича. Андрей Серафимович Юрьев запустил производство, оно было лицензировано, получено разрешение на промышленное производство, оно было промышленным производством, но с приходом нового руководителя ген-центра завод был закрыт. Второй завод, это завод в Кирове, про него много писали, как мы будем хорошо получать факторы. В результате кировский проект закончился тем, что мы набрали мегатонны свежезамороженной плазмы, которая не карантинизирована, потому что задачи карантинизировать для получения факторов свертывания не стоит. Эти мегатонны хранятся в холодильниках, я надеюсь, что их уже вылили, и под эти мегатонны в какой-то момент была даже попытка внести в закон о донорстве крови ее компонентов бесплатный вывоз плазмы за пределы Российской Федерации. мне совершенно случайно удалось увидеть это в процессе подготовки проекта к третьему чтению, то есть это второе чтение уже прошло, к третьему чтению это было. И я настолько категорически выступил против, что мне ничего не смогли возразить. Но это было понятно, что это ограбление страны, это наглое совершенно ограбление страны производителями факторов свертывания. При этом мы потеряли собственно службу крови. И одновременно конечно под это попало и все остальное, не только служба крови, но служба крови сегодня де-факто ликвидирована. Ну вот собственно говоря все, что я хотел сегодня рассказать про менеджмент крови при ковиде. Я надеюсь, что мы что-то сможем восстановить, что-то мы сможем сделать, потому что потеряно конечно, люди ушли, самое страшное конечно это потеря людей. Надо работать, я надеюсь, что кто-то из молодых будет подхватывать эту тематику, потому что без нее деваться нам некуда. Так, и тут был у меня какой-то вопрос, а, я вспомнил, по поводу длительности приема антикоагулянта, что попринимал два месяца при постковидном синдроме, а потом отменил антикоагулянта, при отмене двухмесячной терапии антикоагулянта начинают возвращаться прежние симптомы постковида. А что вы отменяете антикоагулянта, продолжаете принимать? Очень же просто. Антикоагулянты в качестве профилактики тромбоэмболических осложнений принимаются годами. У больных, например, с нарушениями ритма сердца, для того, чтобы не было инсульта ишемического и годами. Чем плохо? Абсолютно безопасно препараты. Органическое железо, сибирское здоровье, ой, боже. Ну, это просто кошмар. Это я сразу могу сказать. Это кошмар, даже не хочу обсуждать подобные вещи, потому что подобные органические препараты, это, знаете ли, у меня сразу начинается представление о навозе возникает. Вот, нет, там железо, и это ничего не поможет. Железа должно быть много, это, к сожалению, должны быть химические препараты. Биологические препараты не работают, продукты питания не работают, и мы все это прекрасно знаем. Так, пациент 30 лет, ферритин низкий, утомляемость, ферритин быстро расходуется, медленно восполняется, таблетки не помогали. Что значит не помогали? Понимаете, разговор таблетки не помогали, какие таблетки, в каких дозировках, как часто, какие схемы, это все невозможно. Пожалуйста, записывайтесь к нам в медицинское бюро, представляйте сведения, потому что таблетки, помогают всегда. Но если вы принимаете ферраклекс вместо сорбифера, дарулес, то он помогать не будет. Или что там, вот органическое железо в смеси с сеном тоже не будет помогать. Два раза в год капельницы с железом это преступление. Так, еще вопросы. Скажите, пациентке 80 лет, ковид, скорость глубочих фильтрац 30, какую дозу ликвиз назначать? Ну, не знаю, назначайте два с половиной, два раза. Меньше вообще бессмысленно. Так, все, если на этом вопросов у нас нет, больше, да, ферритин, чего ферритин, приковалев. Слушайте, ну, я так не могу это самое при ковиде. Ну, что делать, лечить, антикоагулянты мы даем при ковиде. Хорошо, спасибо тогда большое за ваше присутствие, за то, что вы выслушали наши разговоры на различные темы, за некоторую дискуссию психиатрическую. Я не ожидал, что психиатры так себя активно ведут. Ну, будем знать, будем давить в корни такие всплески. Вот, еще раз приглашаю к организации какого-нибудь круглого стола с удовольствием. У нас есть кого выставить на этот круглый стол и обсудить. Хорошо, всего-всего хорошего, до свидания. с удовольствием. Спасибо за субтитры Алексею